Домой, где безопасно и, что самое важное, всегда ждут. Накануне поздно вечером в Минск прибыл спецборд авиакомпании «Белавиа» со спасенными из газа белорусами и членами их семей. Более месяца они провели в ужасе среди бомбежек и разрушения. Общее число жертв палестино-израильского конфликта уже превысило 13 тысяч человек. Экстренная помощь в эвакуации соотечественников была оперативным поручением главы государства. Работу провела белорусская сторона в контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара. У трапа прибывшего самолета работала моя коллега Виктория Шаркова. Самолет пробыл в пути чуть более пяти часов. Он в 17.58 вылетел из Каира и вот только что в 23.20 приземлился в национальном аэропорту Минск. Число эвакуированных 41 человек, из них 22 ребенка, а также медики, журналисты, спасатели и психологи отряда «Зубр». Для минимизации экстренных ситуаций специалисты были готовы оказать помощь как взрослым, так и детям. Самому младшему пассажиру три года. Все уставшие, но счастливое время выдохнуть и забыть все, что пережили. В отличие от рейса из Тель-Авива, разрешение на этот полет было получено в течение суток. Никаких проблем не было. Стандартные условия для выполнения чартерных рейсов, предварительное информирование о пассажирах, списке пассажиров. Здесь не было условия, чтобы этот самолет летел в эвакуационный рейс пустым из Минска, поэтому мы взяли сотрудников МЧС для оказания психологической помощи на борту воздушного судна. Понятно, люди в какой ситуации были под бомбежками. В зале ожидания царило приятное оживление. Там собрались близкие друзья и родственники. И вот она, долгожданная встреча сквозь слезы. Очень ситуация тяжелая. Воды нет, уже еда на исходе. Электричества нет, я повторяюсь. Интернета никакой. С четверга вся связь остановилась. Я не знаю, как будут вывозить последующих людей, потому что все, уже не могут дозвониться никому. Это не потому, что Израиль открыл, это уже потому, что нет электричества. Мы ушли из наших домов, одни одежды на нас пили. Я, допустим, врач, акушер-гинеколог. У меня была своя клиника, у меня была своя квартира, свой коттедж. Я жил там очень, в общем, неплохо. И у меня была приличная, хорошая зарплата там. То есть мы жили неплохо, не бедно, жили богато. Но только начали, как начали бомбить, мы ушли из дома только с одним одеждом. Барвиши из дома достали и ушли. Поэтому это, конечно, что нам дали такую возможность поехать бесплатно. Это как раз, потому что мы ушли без деньги, без ничего. Прежде всего радость, что прилетел на родную сторону. Радость. И то же самое боль. Сердце мое осталось в Палестине. Там же мои коллеги, там мои друзья, родственники. И ты не знаешь, что будет сегодня. Может, я их больше никогда не увижу. 30 дней войны – это ужасно. Я никогда не думала, что такое может быть в 21 веке. Эвакуированные уже разместились по спецавтобусам. Они их доставят в нужные адреса. Помимо предоставления временного жилья, семьи будут обеспечены продуктами питания, одеялами, средствами гигиены и другими необходимыми вещами. Все самое страшное уже позади. Однако спасенные еще долго не смогут забыть горячего приема Ближнего Востока. Виктория Шаркова, Илья Максимов, агентство теленовостей.